Шикарные балки получаются, ровненькие, акация. В местных хатах, которые там стоят заваленные, по 70 лет такие балки выдерживали. Очень прочная древесина. На пенек наехали. Теперь задним колесом наехали. В одиночку их тащить себе очень нелегко. А так из кустов вытянули, тащим. Я еду, кайфую. На зале груз тащится в этот момент. Можно было бы на четвертой, но мне в лом переключаться. Просто веревка, просто карабин. Вот такие вот три сейчас подцепили. Смотрите, как подцепили. На навеску их поставили, на заднюю. В натяг это дело. Сейчас, когда она упадет, она ее затянет, и она будет висеть. Пробуем, встрагиваемся в горку. На второй передаче. Блокировку включил заблаговременно, потому что в горку и грунт, видите, какой рыхлый песочек. На холостых. Девять лошадей. Газу. Давай, поехали. Давай, 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 давай. Вася, главное, до гравийки, до гравийки доехали. Вытянули. Даже вместе с ветками, видите. Тащит нафиг. Сейчас чуть подтянем его на навески, чтобы выше было, и дальше попрем. Подтянули, чтобы чуть выше было, чтобы веревка не касалась земли. Сейчас дальше пофигачим. Ну вот, смотрите, с ладонь толщиной. Хрен упрешь такие. Вот сейчас в подвешенном состоянии тянешь шехтарно. Можно даже блокировочку сейчас выключить. Что хорошо, вот я их три тянул. Я управляю одной рукой. Вместо того, чтобы на себе тащить, царапать плечи. И напрягаться. Я еду кайфую. Кто бы там сейчас не говорил, что можно было бы это и на руках их там донести. Эти там 300 метров. Ну нафиг. Для этого нужна малая механизация. Одно бревно отцепилось, но еще тянется волоком. Даже не буксует. Некоторые бревна приходится недопиленными сдергивать. Потому что я их не могу выдернуть из веток по одному. Вот цепляю по одному самые толстые. Двое застревают. Я их руками дергать, а не дергаются. К нему цепляю. Сдергивает вообще легко. Даже не буксует. Четвертое. Холостые. Вылетела четвертое. Некоторые бревна приходится вот так чисто веревкой цеплять. Там повисшее. И вытягивать. Куда-то за парков обмотали. Благо запаса хватает. И потянули. Веревка. Погнали. Одной рукой, конечно, не так удобно снимать и ехать. Во-первых, спинек. Сейчас вот его чуть подтянули. Назад сдали. Сейчас я его закреплю прямо на навеску и потяну дальше. Вот такую пальму тащит. Третья передача. Жело было ее с деревьев зернута. Она застряла между несколькими бревнами. Но ничего, сдернули. И это, наверное, самый эпичный пример за сегодня. Целиком нафиг с ветками вытащил из кусков. Руками его, в общем, не смог взернуть так, чтобы опилить макушку. Решил просто подцепить, вытащил. Пару раз пришлось, правда, рывком дергать, потому что буксовать начинал. Но ничего, вытащил. Натаскал вот такую кучку небольшую бревен, которые пойдут с трапилами на сарай. Как по мне, так на каркас тут точно хватит. Секция БДТ по сравнению с ними маленькая. Некоторые пришлось, видите, целиком затаскивать. Вот заднюю, с учетом того, что все это дело вывозилось, еще там по хозяйству приходилось, то свиней, то уток кормить, то по телефону разговаривать. Около 50 стволов таких. Покрошить, порезать. Ну и перевезти, соответственно. Поехать купить сейчас такую балку, понятное дело, что вот это вот неровная балка. Но вот с этого куска можно вот ровную метр четыре отрезать. С этого плюс-минус ровную. Тут вот полтора метра, но ровное бревно тоже можно в строительстве использовать. Есть вообще красивые бревны, сейчас покажу. Но я к чему иду. Балку сейчас 50 на 150 купить, она стоит 700 рублей. Одна штука. Ещё нужно привезти, ещё доставка 100 рублей. 800 рублей. Вот такое вот бревно с легкостью заменяет балку. Здесь вот не 6 метров, здесь 5 метров. Может 5 с половиной. Но я думаю, что даже если каждое из них оценить в 500 рублей, держаться они будут даже лучше, чем эта балка. Намного лучше, потому что это акация. Её даже в землю вкопать сейчас лет на 7 хватит, если ничем не обрабатывать, а то и на 10. Да, края нужно будет доской. И направляющий задать, чтобы можно было обшивать металлом, полиэтиленом. Но основной каркас можно из таких сделать. Я уже показывал. У нас есть такое строение из акации. Уже лет 10 стоит и всё нормально, никуда не делось. Так что задний можно натягать тысяч на 20-25 мотоблоком, не напрягаясь. Вот, не кривя душой, говорю, вообще не устал. Если бы таскал всё это дело руками, уже бы задолбался. А в деревнях, мы говорим именно про деревни, очень много таких участков брошенных, где растёт всякое такое. Вот ещё одна висит, спиленная, прям над ней стою. А вот ещё одна лежит. Вот это вот всё на одном баке из зимани 250-й вытянул. Попилить, покрижевать. Ветки уже порастащил. Сейчас буду мотоблоком тягать.